Ничего не видно. А где же звезды вангоговские? Нету, обманули. Нету звездочек вангоговских. Я поужинала там, в том кафе. Ой, какой он кафе? Ресторан. Каравелла. Каравелла ресторан. Кстати, слава богу, не так уж дурак. Я сначала думала, блин, я попала на деньги. Мне ничего, 26 евро. Вчера я поужинала в броссере. Там дешевле всегда. На 20.50. Ну и, соответственно, я дала там чаевые. Да, сейчас дала побольше, потому что обслуживали два меня. И хозяин, и официантка. По-моему, это был хозяин. Фартуки. Они ещё вспомнили все русские слова. Парочку. Все стараются сделать приятное, конечно. Русских, видимо, здесь мало. У них кушает. Потому что маловато словно не знает. В общем, в моём планшете ни черта не видно. Красиво там внутри. У них шторы не принято вешать. Даже вечером прохладно я вот свитер повесила. И я ещё у нас колготы в носках повесила. Но я его не одевала в футболке. И моя рука-то, господи, ничего не видно. Я даже руку сводишь. А вот она. Ну, ничего не получится. Видео будет невидимым. Ну, фонари-то хоть видны. Там яхты, яхты. Но я сейчас пойду. Дойду до главного входа в старый город. И так пойду, чтобы не блуждать по этим улицам в темноте. Вдруг там фонари не так много. Вообще-то всё тут цветло вроде. Городок такой, этот старый, не страшный. Ни пьяниц, ни хулиганов. Господи, я говорю, небо и земля с Парижем и Марселем. Ой, Марсель так это вообще. Нет, там есть места очень красивые. Ну, центр, да. Совсем центр. На набережной там. И вот это Нотр-дам-де-ля-гар. Ну и вообще. Ну, я жила тоже в центре. Недалеко от вокзала этого. Это центр. Там караул. А девица уже было около десяти тоже. Ну, после девяти с маленьким ребёночком. Вообще малышка с осточкой. И она от него спряталась. Такая в прятки решила поиграть. Ну, там вокруг какой-то бандура. Он с одной стороны обошёл. Потом с другой. А потом как испугается, как заревёт. А-а-а. И она, значит, выскочила. Такая хлопает. Типа, сюрприз. Бедный ребёнок. Он спугался, что маму потерял. Такие шубочки. Но она молодая. Совсем девица была. Господи. И сама как ребёнок ещё. Вот. И там очень много таких мамашек. В Англии тоже, кстати. Я читала, что там, по-моему, они первые в Европе по этим беременностям в несовершеннолетие. Караул. Ой, а ветер прохладный. На самом деле. А я там сидела в этом ресторане. На улице же комары меня кусали. Тволочные. Кстати, в Англии я не видела комаров. Да там и бешенства даже нету. Вообще. И комаров нету. Ничего у них нету. Вот этот отель. Регенс. Он прям на берегу Роны. Он простенький такой какой-то. А мне нравится мой отель. Симпатичный. Кстати, надо идти скорее. А то потом код придётся набирать после десяти. Сейчас уже полдесятого. А код этот у меня там в кошельке. А я ещё не знаю, кто там сидит. Там просто какое-то кафе прям прилеплено к нам. Инширин там сидели. За столиками мужики какие-то. Вот. И я не стала там кушать. Я решила отойти подальше. Ага, фонтанчик. Вот эти яхты. Видите? Не пойду ж туда. Ну прикольные. А, там три их. Вот две. Одна большая, две... Ой, две большие, одна маленькая. Ну ладно. Со звёздами всё понятно. Очень мало звёзд. Ну вообще-то есть, но ещё не видно. А, большая медведь, вон я вижу. А где малая? Малую не вижу. Украли, а вон луна. Ух ты, луна. На этом я заканчиваю. С вами гуляла по вечернему почти ночному морю. Коля Платонина. Ни хрена не видно. Ипсис. Приступим! Плампака. Вонюх, конечно. По единому морю.